Хочешь задонатить в игру, но не знаешь как это сделать технически? Здесь тебе поможет сервис Best Donat. Все сделают качественно, быстро и надежно. Бомбовые цены, как для своих. Здесь ты можешь приобрести VIP пропуск, путь доблести и абсолютно любую акцию, которая только появляется в игре. И вообще любой набор кристаллов, который только представлен в официальном магазине игры. У сервиса Best Donat уже огромное количество клиентов и положительных отзывов. И соответственно, под него уже начали косить другие похожие сервисы. Ребят, единственные оригинальные ссылки сейчас у вас на экране. Все другие сервисы с похожими названиями, где это название меняется местами, либо дописываются какие-то буквы и так далее, это все фейки. Будьте внимательны. По всем интересующим вас вопросам пишите в Telegram Best Donat. Ссылка в описании. Всем привет! У нас в игре стартовал заветный призыв и нам сегодня сюда добавили просто кучу новых героев. Также нам наконец-таки выкатили вот эту вот Сору. Релиз ее откладывался где-то 2 призыва как минимум из-за ее имбалансности. Давайте пройдемся по этим новым героям, посмотрим какими их добавили в игру и определимся, стоит ли их ловить или нет. И начнем вот прямо с нее. Синяя пятерка Сору, скорость маны средняя. То есть скорость маны ей никак не поменяли. Это хорошо. Призывает ледяного серпа 2, то есть по 2 серпа призывает для героя ближайших союзников с 15% здоровья и 30 атаки. То есть всего получается 6 миньонов, 15% это где-то миньоны по 250 хп будут. При призыве ледяного серпа в течение всего присутствия дает владельцу плюс 45 атаки. Атака увеличивается на 5% каждый ход, максимум до плюс 60 эффект нельзя снять. То есть пока эти будут миньоны, у них будет постоянный баф к атаке. И это именно тот баф, который еще и разгоняется. То есть он такой же как у черного рыцаря, но это очень жестко. То есть ну у Мириан был поначалу, потом ее фиксили, обычно ей сделали баф к атаке. Ну то есть герои там не только с ульты будут много урона наносить, но и стычек. Это мощно. Ну и самое интересное, из-за чего ее так долго в релиз не выпускали. При убийстве ледяного серпа он наносит 135 урона всем врагам. И здесь ее уже немного пофиксили, потому что на бете там наносилось 200 урона всем за каждого миньона. То есть сделали 135 хп фиксированный. То есть получается, смотрите, она призывает 6 миньонов. И если их разом всех вынести, то пройдет 810 хп по всем героям. Ну это нормально. И механика у этого урона, по крайней мере на бете так было, она будет работать как у бегемота. То есть это будет обходить таунты, контратаки, ну и у вороты как у баста, там кадилин и так далее. То есть ну 810 это тоже мощно. В общем, если она успела ультануть, то либо надо героями поднимать в оверхп здоровье, чтобы такой урон пережить. Ну либо вообще не знаю, либо не давать призывать этих миньонов. То есть акции Беры тут мне кажется сразу в стоимости возрастут. В общем, ребят, на релиз вышел герой интересный. Мы ее обязательно найдем, затестим, ну и посмотрим как. Ну по ожиданиям, в принципе, героя сильно не порезали и будет она отлично играть. Следующий герой Тандер Клап, скорость маны медленная, окей. Если у вас есть, например, Сив в костюме, то она может его разгонять и он уже будет средним. Герой получает насмешку, которая не позволяет врагам атаковать. То есть таунт на 5 ходов, 5 ходов это долго. Герой восстанавливает 1250 хп в течение 5 ходов и может еще уйти в оверхп. У таунта такой отхилы это нормально, потому что все остальные таунты, они себе бафают броню. И если бы этот герой не отхиливал бы себе, ну его бы просто, не знаю, Энни, Юпитер вообще чуть ли не с одной ульты бы выносили и все. Ну а так он будет как бы удар держать. Также он нанесет от 500 до 1000 урона всем врагам спустя 5 ходов в зависимости от урона, который сам будет получать. То есть с каждой тычкой, с каждой ультой, которая будет по нему проходиться, этот урон будет возрастать. Ну и спустя 5 ходов он его всем начислит. И скорее всего механика здесь будет ровно такая же, как у Сору, как у Бегемота. То есть он также будет все обходить и таунты, и контратаки и так далее. То есть последний герой Зеленый Рыцарь, у него ровно такая же механика. То есть, ну, ребята, атакующий таунт нормально. Также складываемый, используемый навык герой получает плюс 25 атаки против более слабой стихии. То есть на вторую ульту против тех же фиолетовых его атака будет на 25% больше. Интересный герой на ОБ можно играть, ну, если, как говорил, есть Си в костюме, то можно, в принципе, на всех режимах игры его использовать. Дальше идет четверка, Наклз. Все союзники получают плюс 30 к защите, а также дополнительно 3% при каждом ударе противника на протяжении 4 ходов. Начальных 30 не так много, но все равно как бы навык нормальный. Тем более с такими оборонами, которые сейчас, когда там одна-две ульты просто разбирают всю атакующую команду. Ну, с этим бафом уже есть какие-то шансы потом зарядиться и хоть что-то сделать. И также все союзники отражают недуги, негативные, накапливаемые эффекты статуса на протяжении 4 ходов. Отличный навык, он ровно такой же, как у ГМа, который сейчас идет с Удзуны. Только на всех героев. Ну и смотрите, он будет работать как у Хаторна, то есть он будет отражать именно в того героя, который будет пытаться повесить эти негативные эффекты. А, например, у Кити он отражается вообще во всех рандомных врагов. То есть та механика этого навыка поинтереснее. Но даже, скажем, с такой механикой это тоже очень даже ничего. В целом, четверка нормальная, ничего такого особенного нет. Дальше идет четверка, она Мскал, скорость маны медленная, наносит 100 урона всем врагам. Для медленной маны 100 урона это мало. Также призывает миньона для всех союзников с 12% здоровья. И если этих миньонов вынести, то всем пройдет по 55 урона. В общем, это ровно такой же навык, как у той синей пятерки Сору. Только, ну и вот, скажем, больше пофиксили. Потому что на бете там было не 55 урона, а 110%, то есть урона. Смотрите, он призывает 5 миньонов. Если их сразу всех вынести, то совокупный урон пройдет в 275 хп. То есть, ну, это немного. Могли его и помощнее сделать, тем более, ну, у него медленная мана. Дальше идет тройка. Седр со средней маной наносит 175 урона всем врагам. Также срезает всем врагам меткость на минус 15% начальных. Это немного, но она может разгоняться до минус 35%. А это уже интересно. В общем, тройка как тройка. На турниры зайдет нормально. Остальные рекомендованные. Кливер, отличный герой с быстрой маной. Сильно режет атаку. Этот навык сейчас очень ценный. То есть, его и в оборону можно поставить, и в атаку брать. В общем, отличный герой. Кай немного специфичный. Но из-за своей очень быстрой маны пристроить его, в принципе, можно. Лаухи за последовательность ульты отлично будет играть против усилений разных там таунтов, контратак и так далее. Иллюина у нее тоже, скажем, незаурядный навык. То есть, что она блокирует именно вот эти вот таланты. Ну, и против вторых костюмов типа Абакана там и так далее будет тоже отлично заходить. Ну, и также она наносит, в принципе, нормального урона. То есть, и в атаку ее можно брать, и в оборону ставить. В общем, ребят, рекомендованные герои сюда добавили нормальных. Было бы отлично вообще хоть кого-нибудь здесь поймать. Но хотелось бы выловить, конечно, вот эту вот ссору. Давайте покрутим, ну и посмотрим, кто нам выпадет. Полетели! Так, ну и давайте первый призыв. С нее и начнем. Так, синий, ну давай с первого. Нет. Гата, ладно, тройка. Здесь регулярные есть тройки? Здесь же тоже вроде. Да, там пятерки были регулярные. Три вилл, окей. Он здесь где-то был. Давайте с него. Так, зеленый. Отличная тройка. Но она уже есть. Опять зеленый. Окей. Вот регулярки пошли. Так, ну давай сорок. Желтый. Или этот. Гипповой агорилла это. Тоже было бы нормально, если бы он выпал. Фиол. Тайрун. Но, скорее всего, даже мне кажется, здесь четверки могут не выпасть. Так, этот был уже. Синий, ну. Не, валим. Давайте с этих покрутим. Опять тривилл. Короче, даже этого синего свечения что-то нет. Пару синих героев только выпал. Так, опять желтый. Четверка. Ну, короче. Куча желтых. Ну, все не то. Точнее, куча ивентовых героев. Но все не те. Так, красный. Ну, где новый-то? Герой. Зеленый. Капец, сколько стоит? 8 призов за монеты. Так, опять зеленый. Ладно. Продолжаем. Давайте вот с него. Крутанем. Так, опять феол. Только. Ну, короче. Синие герои даже не выпадают. Так, тоже было. Ну, давай. Опять синие. Ну, не. Два призыва за монеты. Ну, походу, сегодня без пятерок. О, лаухи. Ну, в принципе, ребят, нормально. У меня как бы не было. Герой хороший, окей. Так, ну, давайте дальше крутить. И давайте сделаем их с 10. Давайте с него крутанем. Желтый. Желтый. Ну, тройка хоть пришла новая. Окей. Ну, этих ивентовых много героев выпадает. Ну, давай. Тоже был. Так, вален. Ну, ладно. Десятка-то, в принципе, неплохая. Ну, не то, что нужно. Не то, что хотелось, точнее. Давайте откроем сундуки. Так, тут предметы вообще на них не выпадают. Ну, что, ребята. Вот такие вот были призывы. Вам удачи на призывах, чтобы вы подали нужные герои. Ставьте лайкосики, подписывайтесь на канал. Всем отличного настроения. И всем пока.